чтобы еще сказать вы смотрите на меня это правильно делайте смотрите я такой же разглядяй как и большинство людей где-то на меня можно равняться где-то не следует равняться а как бы человек не был там плох и хорош вот взять от него то что вам полезно вот это самое главное вот это самое вообще жизнь человека как своего рода эксперимент на разного рода уровнях профессиональном семейном духовном уровне здоровья и прочее 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 вот что касается герпеса но до герпеса там куча то есть если так вот подходить к возникновению заболеваний она начинается в далеком детстве ну допустим стоматит начале у ребенка частности у меня был стоматит довольно таки потом были фурункулы вроде как-то там затихло прошло не появлялась потом герпес на губах и так и сяк там лечили все это там такого было губы трескали здесь тоже указание на какой-то непорядок в организме потом я помню когда еще в армию был такой большой и сильный там по пляжу помню бегал ходил и только раз на груди знаете такое вот как созвездие такой прыщиков да таки чесучие герпес накожные возможно уже до этого было на губах либо после этого стала на губах и так с периодичностью там раз в два-три месяца чаще или так реже появлялся герпес ну тоже то так то всяк вроде бы это думала что ты его вылечил или еще как-то хотя некоторые говорили если услышал такой если герпес появился то это уже на всю жизнь и такой вот высыпание на губах практически у всех людей он там потихонечку сидит лет ну герпеса так насчитывается три основных вида там допустим ротовой половой и бумаги так вот по телу это по простому говорю и вот значит что примерно годика два там назад три назад вот это когда прошло началась у меня партия со спиной значит что я почувствовал что вот допустим так об повернулся а эти судороги раз и сжали ты в эту сторону где у тебя напряжение судороги хоп тебя схватили ты наклонился они схватили живот но в основном где-то по ребрам так называемая межрёберная невралгия ну и смотрю что там что там как там любознательные оказывается что это как раз вирус герпеса начинает уже разрушать нервы естественно нервы перестают нормально передавать импульсы на сокращение расслабления и возникают спазмы ну естественно спазмы где там и спина это эпопея и и многие другие там вещи то есть просто стало неприятно там надеваешь обувь напрягся она сам тебя схватила там еще как-нибудь про прогнулся схватила то есть уже вирус герпеса начал тебя точить твою нервную систему чтобы потом к какой-нибудь так типа заболевания там дрожание конечности вызвать отсутствие памяти то есть потихоньку не спеша и вроде это считается старческая я думаю старческая это считается потому что она развивается то есть для того чтобы она развилась необходимо время время довольно таки продолжительное и вот как раз где-то лет 70 80 вот это вот если человек доживает вот это вот развивается разрушает его нервную систему человек превращается в какую-то трясущуюся не понимающие ничего особь не крайне неприятная вещь и вот я начал будет вы мне как-то подтолкнули чистку организма с вами чистим печень смотрел что там выходила после чистки печени значит она противопаразитарку пошел я это уже где-то идет наверно ну если когда-то мы чистили феврале до 5 февраля было у нас новый год где-то очистки прошли две-три я прошу две по-моему то примерно на середине февраля это пошла противопаразитарка то есть я пол месяца вот уже целиком март я все ее принимаю продолжаю что там различные там возле были сначала от приема полыни и воздики керосина настояно на грецких орехах или грецкого ореха настояных на керсе полтора месяца ввиду эту противопаразитарку у себя там меняю составы неизменным остается у меня то дикамп то дикларк там все это керосин этот с зелеными грецкими орехами ну и что вот так внутри и различные там такие боли то там то ся показывала где там что там делается то есть организм сигнализирует работа идет сейчас ну примерно не где-то недели две уже назад начали появляться такие прыщички на теле в районе поясницы и такие знаете чешется вот обычный не чешется это чешется 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 но я не расчесываю то есть выходит назад выходит из организма наружу что значит можно отметить это значительно прибавилось сил энергии то есть вот эта вся зараза на свое подавление это знаете как вот фронт воюет с основным соперником а в тылу имеется там какие-то диверсанты и вот чтобы подавить этих диверсантов надо затратить довольно таки много резервов вот так я примерно сравниваю и в своем организме значит те резервы которые ранее тратил организм на того чтобы сдержать то есть наш иммунитет это все таки энергетическая вещь которая работает на подавление на удержание болезнетворного начала каких-то рамках приемлемых для того чтобы совершалась жизнь вот когда вообще нету никакой там инфекции мы полны сил горы свернем тут у нас все это как правило в юности пока мы еще не нахватались подобных вещей ну прямо скажем вот большинство из нас хочется там интимных удовольствий с разнообразными там партнерами о там все это такое ну при этом происходит смешивание обмен микрофлорой один другой третий пятый десятый и вот мы нахватались разного рода бяки-каки в конце концов не до сладенького нам вот силы естественно упали и когда мы все это дело убираем значит в первую очередь появляется энергия меньше времени для сна далее как бы сказать возрождается половая функция опять возникает лебеда растет я ощутил и каждый из вас будет ощущать и при этом надо надо вот как-то мы думаем что недельки достаточно и все там паразиты поумерли да ничего подобного это процесс такой не быстрый надо довести это дело до конца если это не сделать она опять размножится захватит прежней территории и все это у вас пойдет опять по тому же пути вот поэтому важно подобрать такие такие препараты такие дозировки которые можно было бы применять длительно но без ущерба для здоровья уничтожит лишних этих всех или по крайней мере их держать на таком уровне на котором они вообще там не влияют на здоровье ну я вот так примерно думаю поступаю и опыт показывает мой собственный опыт что это работает каждый человек все таки знает себя лучше чем кто-то иной и вот он должен вот эти все знания как-то сложить смотрим аналитику канала самые популярные регионы где меня смотрит россия 53 процента украина 18 казахстан 8.1 беларусь 4 германия 3.3 далее я рад что и мужчины и женщины просмотры сравнялись 50 на 50 раньше где-то женщин было процентов 25 то есть я очень вам благодарен за то что вы меня смотрите за то что вы меня поддерживаете интересуетесь и естественно я со своей стороны также буду откликаться на ваши запросы рассказывать о себе потому что моя жизнь моя борьба это примерно будет то что с чем сталкивается каждый человек будь то мужчина будь то женщина будь то ребенок будь то пожилой благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про доброго здоровьица и до новых встреч до новых встреч